Я взяла себе не самую красивую тему, но на самом деле такую достаточно актуальную. Я вижу в зале, еще раз, вот на белых ночах кто-то со злостью, у нас выступают юристы, выступают следователи, кто-то со злостью прямо, кто нас проверяет? Коллеги, мы проверяем, я проверяю. Я вижу в зале людей, которые совершенно точно имеют эти сертификаты экспертов, но не работают экспертами. И мы позволяем работать людям, не знающим нашу работу, в том числе. Я знаю, вижу здесь в зале людей, которые имеют сертификаты и работают экспертами. Я стою в обоих территориальных фондах, и в Санкт-Петербургском, и в Ленинградском. И больше всего провожу именно реэкспертизы. И несколько лет назад нас буквально заставили стать экспертами. То есть нас собрали в кучку, идите, получите сертификаты, проучитесь, у вас достаточно квалификации и опыта. Ну а потом так потихонечку позвонят из терфонда, позвонят из страховой компании, судебно-медицинская экспертиза. А не могли бы вы нам сделать экспертизу по жалобе, для суда и так далее. Но я человек любопытный, мне было просто интересно. Пирожки печь не люблю, дома сидеть не люблю, сижу работаю. Потихоньку, потихоньку, и вдруг в прошлом году, вот этот шквал просто истории, вдруг терфон Санкт-Петербурга, а посмотрите, 50 историй. И вот так вот, и потом в этом году уже со всей страны. Правда, я от Сахалина до Калининграда, от Севастополя до Архангельска. Я звоню туда, а зачем? Как бы у вас что, своих нет? И вдруг действительно говорят, а что вы хотите, ну, предположим, там в такой-то области, а у нас же один онкологический диспансер, и мы друг друга и проверяем, по сути дела. Понимаете, то есть действительно они шлют эти истории болезни, ну, вот у федерального учреждения, потому что там в другие регионы, чтобы на них посмотрели другими глазами. Ладно, а теперь вдруг еще стали посылать большое количество историй как раз с несогласными. Вы знаете, прямо вот им уже провели экспертизы, и доктора на местах, а мы не согласны, отправьте другому эксперту. То есть вы, я прям читала письмо из одного из регионов, да мы не согласны с квалификацией нашего эксперта, пожалуйста, отправьте на экспертизу доктору, который занимается лечением этих опухолей. То есть еще раз, я не сотрудник страховой компании, я такой же врач, как и вы, я всего лишь заведующий отделением. Только имею огромный опыт работы в своей области, ну и достаточно любопытно, чтобы заняться чем-то еще. Я сегодня попытаюсь рассказать, что я вижу, то есть как, что я вижу как врач и что я вижу как эксперт. То есть попытаться рассказать вам, где с моей точки зрения вас неправильно наказывают, ну и нас. Вот точно так же, ведь и нас же приходят и проверяют, да, и где мы, коллеги, неправы. Вы знаете, вот на самом деле, я назвала свою презентацию, есть ли повод для тревоги, давайте на него вместе ответим в конце. Итак, значит, вот в 2017 году изменилось, вступил в силу приказ, согласно которому выросло количество критериев, по которым у нас оценивают. Было 50, стало 2,5 тысячи. В конце декабря 2018 года, то есть уже в процессе работы проверки, Владимир Владимирович подписал приказ, что при создании стандартов и критериев оказания, критериев оценки оказания медицинской помощи, нужно учитывать наши клинические рекомендации. Потому что начали поступать жалобы о том, что, ну нас проверяют, приказы не соответствуют нашим критериям. Сейчас приказы эти все должны соответствовать. Но и еще раз, эксперту качество, качество медицинской помощи дается задание проверить соответствие оказанной медицинской помощи порядком и стандартам медицинской помощи, которые изложены в наших рекомендациях. Вот так выглядит экспертное заключение, это двустороннее, да, то есть первая половина и вторая половина. Давайте попытаемся разобрать его так, пошагово. Итак, на первой стороне истории болезни всегда есть критерии лечащий врач, нужно отметить поступление плановое и экстренное, исход. И если где-то что-то не подчеркнуто, а карты и истории болезни вот такие, где непонятно, кто вообще лечился, это уже повод для отметки о том, что невозможно оценить качество. Все, 10% в Санкт-Петербурге последние критерии. Дальше, на чем попались все. Не указана дата предыдущего цикла химиотерапии. Мне дается задание, проверь правильность сроков. Я пишу, не могу. Ну, я за всех экспертов. Не могу, нет даты предыдущей, а мы никто не писали ее никогда. Да, то есть мы как заполняли историю болезни, вот не писали же никогда, но есть тонкость. На самом деле должны были писать. Не указаны родственные поверхности тела, но, в общем-то, у всех это, как правило, указано в амбулаторной карте всегда при приоритетном приеме. Но по большому-то счету мы же должны все это пересчитывать каждый раз. Когда пациент поступает тебе на каждый цикл, это и в истории болезнь должна быть. Клинический анализ крови выполнен более чем за 5 дней. По приказу 5 дней. Смешно, я сама смеюсь. Слушайте, мне цисплотин, а с меня спрашивают всего лишь клинический анализ крови на 5 дней. Мне вот там, да, креатинин и так далее. Вот он, 5 дней нету, уже 10% сняли. Окей, смотрите, какие заключения могут быть. Обоснование. Еще вам то, что Петр Викторович говорил, и я вам показывала. На каждом вашем замечании дальше пишется обоснование. Пожалуйста, в рекомендациях наших русской я здесь писала. Это, ну а у нас АОР сейчас в моду входит, русская АОР. Циклы химиотерапии составляют четкие критерии, четкие дни. Не указана дата. Я вам показываю. Эта дата должна быть раз 21 день. Вы мне не можете доказать, что вы в прошлый раз делали 21 день назад. Поэтому я как бы пишу, не могу оценить. Дальше. По всем нашим руководствам есть критерии расчета наших доз. И по поверхности тела, и по килограммам, и по аукам. И опять же, я не могу рассчитать. То есть я обосновала свое мнение. Не могу. У меня нет этих данных. Вы мне не показали их в истории болезни. Дальше. Анализ крови. Зачем нам за 5 дней должен быть анализ крови выполнен? Да потому что у нас везде в наших справочниках пишется, что в среднем химиотерапия начинается при показателях крови. Но лейкоциты хотя бы не ниже 4. Ну и вот в этот приказ. Хотя приказ не является обоснованием, но я вам его показываю. О том, что в этом 203 приказе оценки критериев качества при всех локализациях. Это просто взято. У меня легкое. Клинический анализ крови должен быть выполнен не больше, чем за 5 дней до проведения химиотерапии. Я хочу сказать, что мы сейчас прорабатывали совместно с московскими МИЦами рекомендации АОР. И там в каждой рекомендации внизу уже идут вот эти критерии качества. Прямо в наших рекомендациях они будут. Рак легкого и внизу критерии оценки качества. Не просто эти. Понимаете? Все. Уже обосновала. А что значит не надо писать? А вот еще 10-й год. Ну не так и давно. Но в общем-то достаточно старая книжка. На самом деле все должно быть указано в нашей книжке. Все, кто занимается химиотерапией, читают. Мы гордимся тем, что мы читаем зарубежную литературу. Ну, 10-й. Всяко за несколько лет до 17-го года. Мы должны писать это все дело. Ну и выход. Качество медицинской помощи ненадлежащие. Приказ 36-Н. Я уже сейчас новый вставила. Пункт 4.2, о котором шла речь. Отсутствие результатов обследования, осмотров, консультаций. Все. Если чего-то нет, информировано согласие. Слушайте, до сих пор встречается. Я проверяла целый регион. Из 50 историй. Штоках в 5 точно нет. Ну, остальные даже уже внимания не обращала. Регион присутствует, кстати, здесь. Не знаю, это же учреждение или нет. Но там уже, где вместо больного расписался врач, я вижу, ну, уже... Ну, нет. Не подделка подписи, а просто местами напутано, да. Я вижу, что больной где-то сбоку, врач на месте больного. По большому счету, при желании, ведь можно и сказать, что и здесь информированного согласия нет. Я уже не придираюсь даже к тому, что там написано. Но его, в принципе, оно пустое в истории болезни вклеено. Понимаете? Вот. То есть банально. Мне даже трудно перечислить, чего там не может быть. Еще раз. 203-й Н. Приказ по локализациям. Прямо к себе на стол. Пока на него смотрите. И наши рекомендации. Русско, АОР. Лечите больного. Назначайте... Один из регионов. Рак легкого. Звоню. Ребят, а что у вас, ни у которого из пациентов нету КТ головного мозга? У нас нету. КТ-аппарата, МРТ-аппарата нет, в принципе, в регионе. Но это же не их вина. Но это, опять же, повод для того, чтобы снять денежку. КМП ненадлежащие. По крайней мере, пункт 4.2 невозможно оценить. Ой, коллеги, бога ради. Нет термина «относительно удовлетворительное состояние». Относительно чего? Кровати, на которой он лежит. Ну, бога ради. В 95% истории болезни я могу написать неправильная оценка или неточная оценка состояния пациента. Ну, о том, что ЭКОК и Карновский используются только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, я просто молчу. То есть ни в одном регионе страны, кроме Питера и Ленинградской области, вот 4 буковки «статус по шкале ЭКОК» я не встретила в принципе. У всех «относительно удовлетворительное состояние». И очень аккуратно пишите состояние средней тяжести. Я не все, конечно, истории здесь у меня в примере есть, но на моей памяти есть. Амбулаторная помощь Санкт-Петербурга. Знаете, какое заключение от доктора? «Состояние средней тяжести срочно направлен в городской онкологический диспансер». Это как? То есть у тебя больном, средней тяжести, то есть ты предполагаешь, что он тебя сутки не переживет, а ты его своими ногами отправил городской онкологический диспансер постоять в очереди записаться. Написали средней тяжести, что-то должны сделать, у вас есть для этого обоснование. То есть в принципе, как нас научили на КМП, грубо говоря, вы предполагаете, что пациент не переживет сутки. То есть вы его либо в хоспис, по какой-то причине, либо его в скорую помощь, а не своими ногами за 40 километров для оказания амбулаторной помощи. Дальше. В том же экспертном заключении я переписываю диагнозы, основное осложнение сопутствующие. Но о том, что многие вообще игнорируют этот пункт, это я молчу. То есть как бы я уже могу написать, что осложнение там не указано, вообще в принципе нет этой, ну вот просто слов никаких. Даже если не было осложнений, ну напишите «нет», потому что это уже повод придраться. Нет информации об осложнениях. Опять можно выставить 4-2. А дальше вот это. Это пункт, который доктор, как эксперт оценивает написание диагноза. О, 100%. Я приехала в один из регионов наших, на нашу аудит, мы это называем. Они тоже жалуются. Страховые компании снимают с нас деньги. Мы там поработали, посмотрели историю болезни. Я обработала страховой компанией, со 100 историй болезни сняла бы деньги. И обоснование негативных, вот начнем с обоснования негативных ошибок написания диагноза. Еще раз, оценивается написание именно диагноза. Как мы пишем диагнозы? Коллеги, существуют методические рекомендации. Анна Сергеевна учит наших клинических ординаторов и всех. Она называется «Правила формулировки патологоанатомического диагноза». Но правила распространяются на заключительные клинические и судебно-медицинские. Именно для того, чтобы была возможность их сравнить для судебно-медицинской и экспертизы. И это является документальным свидетельством профессиональной квалификации врача. Я всегда говорю, тот, кто ясно пишет, значит, он ясно мыслит. Если ты хорошо написал диагноз, ты хорошо представляешь своего пациента. Диагноз должен быть развернутым. И своевременным, и динамичным. То есть мы описываем то, что происходит с пациентом в мохнатом году, в 2018 году. Большей частью это касается клинического диагноза. Основные требования к формулировке клинического, патологоанатомического и судебно-медицинского являются едиными. И соблюдение этих требований должно быть неукоснительным для врачей всех специальностей и всех медицинских организаций. Зачем нужно написать правильный диагноз? Выписной пикрис. Это не нашего учреждения. Я когда показала вот этот пример, мне просто хотелось показать, насколько важно правильно написать какие-то буковки, циферки. Наши хирурги очень возмутились, мы прям поссорились. Вот на трех страницах выписной пикрис. Четко, красиво, много написано, правда? То есть он такой напечатанный, все понятно. Диагноз рак яичников. Ну, я уже молчу о том, что указаны торговые наименования, а не международные. Я молчу о том, что прогрессирование с июля, тратата. Да, и то есть не указаны здесь даты ни окончания химиотерапии, ни прогрессирования нового. Как специалист, я вам говорю, что я уже не могу оценить платиночувствительный и платинорефрактерный рак яичников. То есть вот, да, но я в данном случае дана экспертиза вот именно этой истории болезни. Есть еще разные вещи, когда ты экспертизы проводишь одной истории болезни, которая у тебя вот здесь сейчас, а есть когда все ситуации за многие годы, как раз для судов. Да, в настоящий момент 9 пациентки проведено 9 курсов химиотерапии по схеме биоцезума плюс гемцетабин плюс карбоплотин. Добились частичного регресса. Осложнения на тот момент были анемия легкой степени фяжести. Я подчеркнула, сопутствующие заболевания соматически здорово. Правда? Класс. Дальше. Вот те, кто химиотерапевт, я надеюсь, увидят, о чем я говорю. 21 марта выполнена большая перитонэктомия, пациентка иногородняя. Ранний послеоперационный период осложнился острой язвой. Первая операция, вторая операция, третья операция. Почему я сбеленилась? То есть у меня, как у специалиста, уже мысли какие возникли. Когда закончили биоцезума, перед операцией нет даты. То есть я уже свой мозг включаю, потому что знаю аннотацию на биоцезума. Осложнения какие? Перфорации. А там было три перфорации. И так, вот понимаете, уже, то есть вы уже навлеклись себе проверку. Вот так, да, хорошо. Значит, лечение биоцезума вам не следует начинать в течение меньше, чем 28 дней после хирургического вмешательства. Нет даты, сколько до, после биоцезума, до операции. Ну, у нас априори известно, мы химиотерапевты для себя знаем, что мы его исследовали, этот биоцезума. По идее, 4 недели до и после операции мы вот этот промежуток держим, потому что он антиангиогенного фактора. Какое я КМП могу тут выставить? А какое я захочу? Захочу, напишу, просто нет данных. Ну, нет у меня этой даты, не могу оценить 10%. А захочу, напишу, нарушение приказания медицинской помощи. Вот этот пресловутый 3-2-3 или 3-3-1. Причинение вреда больного. Вам оно зачем? Вот зачем вам эта проверка? Вот вы сейчас штраф этот выловите, или я там навлеку вам следующего эксперта, потребую. Звоню доктору, скажи дату мне, бога ради. Ну, там же есть в истории болезни. Хорошо, давай искать вместе. Вот такая история болезни. Я внимательно смотрю. Слушайте, практически вся написанная от руки. Где-то в середине истории болезни мы находим эту дату в приемном статусе. Понятно, что у больного 135 переливаний крови, реанимация. Да, то есть приемный статус оказался где-то впереди. То есть вы уже затруднили эксперта. Да, то есть он мог устать. Это же человеческий фактор. Потом самое-то интересное. Ведь эта больная поехала к себе домой. И там вот не с историей болезни, а с тем выписанным эпикризом, который она имеет в руках. А вы уверены, что вы не зададите, к вам поехала, что она не задаст этот вопрос? А биоцизумом-то когда был? Капалась она здесь, оперировалась здесь, приехала в Новосибирск. Вы уверены, что она не затеет проверку? Авторы видят свои подписи. Что здесь? Консилиум. Смотрите, диагноз прямая кишка после хирургического лечения в 2017 году. Рецидив. Рекомендации на наблюдение. Классно? Молодой мужик с рецидивом. И домой. Начинаю разбираться. Операция-то на самом деле выполнена. И на самом деле гистологическое исследование есть. Все, что надо было сделать, дописать, что вот здесь, 16 или какого-то, 19 июля выполнена операция. Но о том, почему не рассмотрели вопрос адъюванты, это уже отдельная песня. Но, как бы, вот, понимаете, опять зачем лишние вопросы? Прекрасно знаю этого доктора. Вижу их историю болезни. Диагноз. Тра-та-та-та-та. На фоне молочной железа. На фоне адъювантной химиотерапии к апецитабинам. Послушайте, но всего лишь. Левая молочная железа, С и П, подкожная мастектомия на фоне адъювантной химиотерапии к апецитабинам. Действительно есть такая адъювантная химиотерапия. Только тогда... Ой, сори. Ну что, где я потеряла? Вот, но тогда, когда адъювантная химиотерапия к апецитабинам может быть назначена, когда пациент получил в анамнезе все в полном объеме антрациклины и токсаны. Вы знаете, где это написано? Вот там дальше, в анамнезе. Я выбиваюсь из времени, мы слушаем, вы позволите мне, да. Вот там, я должна прочитать анамнез, порыться в истории болезни. Звоню. Ну да, согласна, надо было подробнее написать. Оно мне надо звонить вам всем? Любимый... Вот за все... У всех могу снять. Нецублинная схема противорвотной терапии. Коллеги, русско, 500, третья страница. Там расписано по уровню эмитогенности. То, что эминда нет ни у кого, и цисплатин у всех капается, и провоцируется условно-рефлекторная рвота, я вас уверяю. Но даже умеренно эмитогенная химиотерапия, она все равно должна правильно проводиться. Во-первых, в процедурном листе нужно написать, что вы антонсиндрон и дексаметазон сделали до химиотерапии. Надежда Александровна вчера нам рассказывала. До, а не после химиотерапии. И дексаметазон еще... Обратите внимание, он на второй, на третий день еще есть. На самом деле, да. Лицейского развития нового заболевания. Пожалуйста, условно-рефлекторной рвоты. Что здесь? Аж подчеркнула. Да потому что доцетоксел 15-го и препараты железа 15-го. В русской четко написано, железо не вводим в дневведение химиотерапии. А Вологду, кстати, пытались оштрафовать за то, что они железо не делали. А они все дело правильно делали. Говорит, как защититься? Я говорю, купю странички, делаем. То есть вот здесь тоже. А эксперты, кстати, тоже про противорвотную терапию. Мне приходилось защищать докторов, которых предыдущий эксперт обвинил в непроведении противорвотной терапии. Приходится тоже писать. А это низкометагенная схема. Там и не требуется. Защищайтесь, если вы уверены, что вы правильно сделали. То есть да? А зачем это все пишется? Там железо и все прочее. Для кое-как дня? Коллеги, сейчас не нужен кое-как день. Пожалуйста, не нужно лишнего рисовать. Вы сами себе подводите. Ну и все. Пункт 3.10. Не обоснованное назначение лекарственных препаратов. Ну в лучшем случае к удорожанию оказания медицинской помощи. Но вообще-то там в связи с возможным воздействием железа и некоторых цитостатиков. То есть можно ведь подвести и под причинение, под угрозу причинения вреда больному. О, Господи. Не соблюдена медикация перед цитоксимабом. Слушайте, ну то, что у нас цитостатин просто пишется, записочка, просто цитостатин 100 миллиграмм без гидротации. Но то, что у нас любой другой препарат пишется, где-то лишнее, а где-то вообще, ну, аннотацию почитайте, Бога ради. Многие препараты требуют при медикации. У многих пишутся лишнее, там, где не нужна при медикации, а у некоторых она нужна, но она не пишется. Это опять повод для штрафов. Но это реально, слушайте, это реально попытка причинения вреда больному. Не указана длительность введения препарата доцитоксил. Коллеги, это не медсестра решает, сколько времени и в какой последовательности вы вводите препараты. И разведение это доктор решает. Но если вы написали просто доцитоксил, откуда я знаю, она капала его 3 часа или 15 минут. Любой препарат, у любого препарата должна быть написана последовательность и время, ну, длительность введения. Я считаю глупостью, когда требуют, конечно, уже там с 10 до 10-15 и так далее. Но и мент за 30 минут до химиотерапии и доцитоксил 60 минут, это должно быть написано в первую очередь не для эксперта и не для прокурора. Кстати, по поводу фразы, мы пишем историю для прокурора, для меня как-то, знаете, шоком было на одной из конференций, когда адвокат сказал, да не мы вас судим, это вы друг друга судите. Прокурор ничего не понимает в нашем деле. Вот друг другу мы все это дело пишем. Следующая фишка. Когда начали писать даты проведения предыдущей химиотерапии, вот здесь у меня вообще волосы дыбом стали. Вот здесь у нас и оказалось, что практически во всех регионах интервалы 4 недели, 6 недель, 3 месяца, 4 месяца. Не соблюдаются совсем. Интервалы химиотерапии не соблюдаются априори. И очень часто, вы знаете, это не потому, что больной не смог доехать, а потому, что доктор так уверен. Потому что везде идут одно и то же. Пошла одна схема, там ЕП те же, там с интервалом 4 недели или в 5 недель, все так. То есть ему так назначено. Особенно если в описном эпикризе посмотреть, куда ему назначено, когда, то ты увидишь, что доктор даже и не понимает, когда он собирается проводить следующую химиотерапию. А вот это вот уже дальше, как-то мне уже вообще злить стало. План лечения пациента. Показано при введении адювантной химиотерапии по схеме кселокс 4 месяца. Ободочная кишка Т4Н1. Там четко написано, сколько месяцев должна проводиться химиотерапия. Или план лечения выполнения мастектомии отечной формы после выполнения УЗИ. А мы как это, вот слово маммограф у нас в принципе не существует. То есть Т4Б, поделали-поделали, сделали УЗИ на операцию. Или выполнение... Была у меня одна история, реэкспертизу проводила. Предыдущий эксперт с ночмедом спорят из-за количества удаленных лимфоузлов. Ну интересно, там, ну правда, потому что радикальность операции. Это как залезло в историю болезни, слушайте, 78 лет метастазы в легких печени, они проводят химио-лучевую терапию, удаляют кишку и спорят о количестве удаленных лимфоузлов. Слово химиотерапевт не существует в принципе в истории болезни. Это как? Нравится? А, сори, извините, я вроде стараюсь. А смешно, правда? Процедурный лист. 17 историй болезни болтаются по стране от эксперта к эксперту во всех такие процедурные листы. После смерти пациентки жалоба Путину. Одно из обвинений в превышении ДОС. Или в недовышении. Как? Вот что написать? Дальше идет раздел преемственность. Вот видно. Обоснованность поступления, длительность лечения, перевод, содержание рекомендаций. Видите рекомендации? При возникновении диареи прием противодиарейных средств. В скобках лапирамид, запятая, имодиум и др по одной таблетке. Имодиум, запятая лапирамид по одной таблетке. Бога ради. Для лапирамида, он же имодиум, существует определенная схема. Вы знаете, ее надо прописывать. Лапирамид не принимается по таблетке три раза в день. Да, понимаете? Это не одна история. Это типичные, правда. Это правда. Потому что человек умрет от диареи. Это дальний край. Он умрет от диареи у вас. А еще, например, у нас с Валериевичем была ситуация, когда у нас молодой мальчик в судороги на отделение ушел. Мы не сразу поняли, в чем дело. А там, знаете, по доброте, у него тошнота была, но у нас еще не было тогда эмендов. У него тошнота была, и один дал метаклопромид, другой еще что-то, еще что-то, да? Все препараты имеют свои осложнения. Мы мальчишку из ВАВы тащили от осложнений противорвотной терапии, которую все, кому не лень, делали. Медсестра, мама, бабушка, доктор. Рекомендации должны быть четко. Сейчас еще покажу преемственность. Любимое мое учреждение вызывают. Лена Викторовна, приходи экспертизу проводить. Жалоба на трех страницах. Продал машину, продал квартиру, а меня не вылечили. Доброкачественное образование в носовой полости. Была дважды попытка операции минимальной в других учреждениях. Пришел в крупное онкологическое учреждение, ему выполнили операцию. А, извините. И при контрольной томографии, контрольной, выполнено, что все как было, так оно и есть. Я прихожу к коллегам, говорю, и? Он говорит, так рано выполнил КТ. Говорю, а он откуда знает? Вы написали рекомендацию наблюдения лор-врача. А когда выполнить КТ, не написали. Он и повизжал сразу же. А там отек. И вот такую жалобу спровоцировали. Понимаете? То есть вы не написали конкретную дату. Мы же написали наблюдение у лор-врача. Но он же не знает, когда к этому лор-врачу пойти. Он нервный. Он больной. У него рака нет, а у него калечащие операции там и так далее. Вот это вот правда. Люблю писать. Есть дальше пишет жалобы, жалобы, жалобы. А в конце концов, ну, наиболее значимые ошибки, которые не повлияли, слава богу, если они не выявлены. Так. Ну, вот это вот. Вот это вот. Смотрите. На одну историю болезни. Вот это несколько строчек, сколько пунктов нарушений написано. Читаю. Отсутствует протокол консилиума. Отсутствует протокол гистологического исследования. ИГХ. План обследования, оформленный при поступлении. Отсутствует осмотр пациентки какого-то там числа. Отсутствует обоснование клинического диагноза. Нет данных о проведении ЭХКГ. Думаю, боже мой, да как же это не работает. А вот смотрите, заключение какое. Создавший, значит, наиболее значимые ошибки, тра-та-та, создавший риск прогрессирования имеющегося заболевания. Правда? Смотрю историю болезни. Читаю поступление. Гистология есть. Мне как специалисту достаточно этой записи, мне не нужен протокол. Гистохимия есть. Планируется. Написано. Дозы написаны. То, что принято на консилиуме, написано. Процедурный лист со всеми препаратами есть. Нет бумажки. Обоснования диагноза нет. Она лечится три года уже, эта пациентка. И каждые две-три недели поступает на лечение. Это не экспертиза качества, на мой взгляд. Вот этого доктора надо лишать права проводить экспертизу качества медицинской помощи и снимать деньги со своих коллег. Это экспертиза наличия бумажек в истории болезни. Вот мне как специалисту вот этих записей вполне достаточно. Правильно они или неправильно оценивали. Эхография, да. К сожалению, вы обратите внимание, пожалуйста, в том же русское. Есть рекомендации по профилактике кардиоваскулярной токсичности. Перед каждым, практически вся химиотерапия сейчас считается той или иной степени кардиотоксичной. Перед каждым началом химиотерапии нужно выполнить определенный набор обследований. А дальше не перед каждой госпитализацией, а по определенным показателям. Здесь они есть и выполнены. Не перед данной госпитализацией, но три месяца назад они были выполнены. Этого было достаточно. Я просто к тому, что, ну, обосновывайте. Вот они прислали мне несколько историй болезни, я развернула практически всех. Я подтвердила только отсутствие дневника, действительно, там за 15-е число. Ну, не знаю, пропустили. Покажу несколько слайдов, которых нам показывали, когда мы учились в экспертизе качества медицинской помощи. Существует три группы врачебных ошибок. Первая группа, которая включает ошибки одного этапа только, да, и ошибка сбора информации, диагноза, лечения, преемственности. Ну, вы написали неправильно, но дальше сделали все правильно. Ну, опечатка, ошибка, не знаю, там. То есть, вот это техническая такая ошибка. Вторая группа включает уже комплексы логически связанных ошибок. Неправильно поставленный диагноз, неправильно лечили. Неправильная преемственность, больной умер от диареи. Третья группа включает логически связанные ошибки трех или четырех этапов уже врачебного процесса. То есть, одно тянет за другое, домино такое. И между ними существует существенная разница. Ошибки первой группы обусловлены в основном отсутствием необходимых либо теоретических знаний, невнимательности, небрежности в оформлении медицинской документации. Для устранения этой группы, возможно, ну, обучающие какие-то методы, да, вторая и третья группы обусловлены не только недостатком знаний, но и более выраженным нарушением клинического мышления. И для устранения ошибок этих групп необходимо не только восполнить объем знаний, но и совершенствовать логические свойства специалистов. Проверяя истории болезни пачками, вот я сегодня выходила, это мне 140 историй привезли из одного из регионов. Вы знаете, я прямо смотрю, у одного одни и те же ошибки. По врачам уже понимаешь, у другого вообще никаких ошибок. В той же самой группе, в тех же самых условиях работает. То же самое отделение. А я легко могу сказать, вот задумайся о том, тебе нужен этот доктор. Мы же еще и рекомендации дальше пишем. Было дело поначалу, я как-то написала в регионе, там все, что было написано от руки, компьютеры докторам поставьте, пожалуйста, в рекомендациях. Мы дальше пишем рекомендации еще. И я совершенно спокойно могу высказать свое мнение. У вас этот доктор не обладает недостаточными зданиями, недостаточным логическим мышлением. И работать ему у вас... Пройдите обучение еще раз. Ну вот еще один слайд, который вообще обидел меня в свое время и заставил задуматься о том, что мы все плачем, что мы много работаем, но работа наша непродуктивна. Мы работаем, денег не получаем. Благодарю вас. Еще парочку слайдов. Дет, позволите. Значит, мы тоже приглашаем вас на белые ночи. И мы вчера вот дополнила этот слайд. Мы очень благодарны вам. Мы рады и надеемся, что у нас получилось. Мы хотим обратной связи. Мы хотим, чтобы вы общались с нами. Я сейчас обращаюсь к людям, сидящим в зале и которые смотрят нас на экране. Вносите свои предложения. Мы открыты для общения. И я думаю, что мы в следующем году повторим подобную конференцию. И если есть желающие вот сюда встать, welcome. Мы будем только рады. Пожалуйста, ваши предложения по вашим выступлениям, по проблемам, по тематике. Мы готовы выслушать на экране наши телефоны и почты. Спасибо вам большое всем. Спасибо. 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 Спасибо.